всем добрый день вы на канале и решу меня зовут ирина сегодня мы с вами поговорим о том как определить спряжение глагола мы с вами не будем вдаваться в теорию разбирать что такое категория спряжения говорить о разноспрягаемых глаголах все это вы найдете по ссылке в описании к видео если захотите узнать более подробную информацию в этом видео мы разберем два способа определения спряжения глагола ну и конечно стоит пояснить для чего это вообще нужно во-первых если не говорить об экзаменационных работах то и в школе и в жизни мы постоянно сталкиваемся с написанием глаголов причастий и чтобы знать как пишутся их окончания окончания глаголов и суффиксы причастий нужно в первую очередь уметь определить спряжение глагола ну а если мы говорим об о г и егэ то во всех орфографических заданиях связанных с этими темами вам пригодится этот навык и очень обидно когда у сильных ребят возникают затруднения именно в этой теме и ошибаются они вот в таких казалось бы простых заданиях и так два способа довольно простые я бы рекомендовала вам их комбинировать но для начала можете запомнить какой-нибудь один первый способ классический как мы учим с вами еще с начальной школы но давайте и этот классический способ переиграем и я вам постараюсь объяснить его еще более простым языком начнем со второго спряжения не с первого ко второму спряжению относятся глаголы которые в начальной форме оканчиваются наить чтобы поставить глагол в начальную форму нужно ему задать вопрос что делать что сделать и глагол у вас будет оканчиваться на те те или чем и так ко второму спряжению относятся глаголы оканчивающиеся наить кроме брить стелить это исключение которое относится к первому спряжению плюс ко второму спряжению относятся 11 глаголов на еть и ать их легко запомнить в виде скороговорки они бывают различных вариантов я запоминала таким образом гнать дышать держать обидеть слышать видеть ненавидеть и зависеть и терпеть а еще смотреть вертеть вот в такой последовательности запомните и уложите у себя в голове что эти глаголы относятся ко второму спряжению соответственно к первому спряжению относятся все остальные глаголы брить стелить плюс все остальные глаголы на еть ать ять оть уть и так далее то есть ко второму вы относите все глаголы оканчивающиеся наить плюс 11 исключений а все остальные к первому да и запомните для себя что глаголы оканчивающиеся в начальной форме на от относится всегда к первому спряжению вот и весь первый способ второй способ для этого нужно достаточно хорошо чувствовать язык и быть носителем языка для иностранцев такой способ не подойдет вам нужно поставить глагол во второе лицо единственное число настоящего времени то есть подставить местоимение ты и посмотреть что будет в окончании если в окончании будет буква е то это первое спряжение если в окончании будет буква и то это второе спряжение например нужно определить спряжение глагола бороться и вы забыли куда относятся глаголы оканчивающиеся на оть вы подставляете местоимение ты И получается ты борешься, и вы четко слышите букву Е. Но сразу скажу, что не ко всем глаголам подходит такой способ, но к большинству. Поэтому я и рекомендую вам эти два способа комбинировать. Второй способ, скажем так, для ленивых, вы просто подставляете местоимение ты и смотрите, какая буква будет в окончании. А если вы не понимаете, какая буква в окончании, то обращайтесь к первому способу. Ну и что делать с этим знанием спряжений, спросите вы. Зная спряжение глагола, вы можете правильно написать окончание глагола. Например, в третьем лице множественного числа настоящего времени в глаголах первого спряжения пишется окончание УТ-ЮТ, во втором АТ-ЯТ. Если вы знаете, что глагол ГНАТЬ относится ко второму спряжению, потому что это исключение, и в третьем лице множественном числе настоящего времени будет глагол НИГО, НЮТ, ОГО, НЯТ. Но глагол КОЛОТЬ оканчивается на ОТЬ, он относится к первому спряжению. В третьем лице множественного числа настоящего времени будет ОНИКОЛЮТ, дрова. Идем дальше. Зная спряжение глагола, вы также сможете правильно написать суффиксы действительных причастей настоящего времени. И тут легко запомнить, так же, как в третьем лице множественного числа настоящего времени глагола, в первом спряжении пишется УЮ, во втором АЯ, так же и в причастиях. Если причастие образовано от глагола первого спряжения, то в действительном причастии настоящего времени будет суффикс УЮЩ или ЮЮЩ. Если причастие образовано от глагола второго спряжения, то суффикс АЩЯЩ. Например, глагол МАНИТЬ второго спряжения причастие будет МАНЯЩИЙ. А глагол ЗНАТЬ первого спряжения, действительное причастие настоящего времени, от него будет ЗНАЮЩИЙ. То же самое относится и к страдательным причастиям настоящего времени. Если причастие образовано от глагола первого спряжения, то в нем будет суффикс ЕМ или ОМ. Если от второго спряжения, то будет суффикс ИМ. Например, ГНАТЬ ГОНИМЫЙ, ОТКРЫВАТЬ глагол первого спряжения, причастие будет ОТКРЫВАЕМЫЙ. Надеюсь, что у меня получилось доступно донести информацию. Чтобы закрепить эти знания, конечно же, вам нужно попрактиковаться. Поэтому открывайте любые упражнения на эту тему, определяйте сначала спряжение глаголов и сверяйтесь с ответами, а затем тренируйтесь писать окончания глаголов и суффиксы причастий. Если это видео было для вас полезным, то обязательно ставьте ему лайк, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны, чтобы разбирать со мной другие правила русского языка или вспоминать, и готовиться к ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и литературе, и итоговому сочинению. Вы всегда можете задать свои вопросы в моей группе ВКонтакте через функцию и предложить новость. Также заходите на мой сайт, где вы всегда найдете более подробную информацию. И будьте с И решу, ведь я все решу. Удачи вам, пока-пока. Вы подставляете местоимение ты, ты борешься. Вы четко слышите букву И. О!